Флот России получил первую подлодку проекта «Ясень». Это многоцелевая атомная субмарина с крылатыми ракетами четвертого поколения. Она может наносить удары не только по водным, но и по береговым целям. Подробности в интервью нашему каналу рассказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Виктор Черков. Вот сегодня получается такое историческое событие для военно-морского флота. Как можете прокомментировать, насколько ждали это событие, насколько получилось осуществить то, что задумывают? Конечно, сегодня действительно исторический день. В состав военно-морского флота вошел новый современный подводный атомный ракетный крейсер с крылатыми ракетами на борту. Ждали мы это мероприятие по вводу в состав флота корабля достаточно долго. Но за период строительства корабля прошли, конечно, большие изменения. Но самое главное, что достигли, это достигли выполнения всех технических заданий и решений, которые были воплощены в данный крейсер. И пройдя испытания, все положенные в соответствии с программой, корабль принят в состав военно-морского флота. Сейчас приступит к планово выполнению мероприятий боевой подготовки, отработки личного состава. А дальше заступит на боевое дежурство и будет выполнять задачи в соответствии с своим предназначением. Конечно, класс корабля, он достаточно серьезный и относимся мы к этим кораблям достаточно трепетно, потому что это будущее наше. Он первый головной корабль, дальше пойдет серия таких кораблей, которые будут решать задачи по обороне нашего государства на севере, Атлантике, Тихом океане. Ну и конечно, мы кроме того, что корабль создаем, создаем школу подготовка личного состава в учебных центрах, в институте, потом академия, а также система базирования, которая обеспечит полностью стоянку корабля и его обеспечение всеми материально-техническими средствами, включая вооружение. Ну и безусловно, самый главный такой вопрос, это что касается офицеров, личного состава, проходящего службу по контракту, а здесь сегодня служат все по контракту в личном составе, это обеспечение жильем. Такие вопросы все решены, я думаю, что останется только одно успешно выполнять задачи, поставленные президентом, в первую очередь, министром обороны, охране и обороне нашего государства. Если позволить немного уточнять еще вопросы, проект «Ясень», насколько он уникальный получается? Знаю, что всего 8 субмарин в него войдут, может быть что-то изменилось, но вот насколько это уникальное явление? Ну, сам по себе проект «Ясень» он уникальный, потому что здесь находятся крылатые ракеты с вертикальным взлетом, узким. Это первый такой корабль, и очень хорошо, что те решения, которые были заложены генеральным конструктором данной подводной лодки, они реализованы на практике, и все испытания показали способность данного крейсера решать задачи. Поэтому мы ожидаем от его возможностей достаточно хороший потенциал и прирост мощи нашего подводного флота. И перспективе, что будем строить корабли подобного класса, я думаю, что мы не остановимся на 8, а дальше эта программа такая есть, и будем строить столько подводных флотов, чтобы обеспечить безопасность нашего государства. Если еще позволите, вот шумовые качества. Знаю, что наоборот, у этого крейсера они снижены, то есть он практически незаметен, правда это? Значит, он действительно по своим шумовым характеристикам достаточно подготовлен и сконструирован, и самое главное, наверное, еще больше реализован на практике, что шумовые характеристики в соответствии с техническими заданиями. Он действительно малошумный, несмотря на то, что он достаточно большой. Это правда, что вот Сандей Таймс, иностранные прессы даже называли в свое время его «зверь из глубины». Вот как вы можете это прокомментировать и действительно ли это получается? Я думаю, опыт эксплуатации данного корабля покажет, что он действительно зверь из глубины, и мы будем анализировать его походы, службы боевые, ну и способность, наверное, иностранных наших партнеров обнаружить подводный крейсер в Мировом океане. И вот еще, извините, по поводу крылатых ракет, насколько они мощные получаются? Ну, здесь воплощено, что здесь будут стоять на вооружении самые современные ракеты, универсальные, применяющие как по кораблям противника нашего, или по берегу. Достаточно далеко, на дистанцию более 1500 километров, поэтому я думаю, что все, что было заложено по его характеристикам и возможностям, оно реализовано. Ну и последний вопрос. Название крейсера «Северодвинск» для города Северодвинска. Насколько это значимое событие ваше? Ну, у нас исторически сложилось уже так, что мы стараемся подводные лодки называть именами крупных городов, областей или республик России. Ну, конечно, для города Северодвинска это очень знаменательное событие, значимое для них, поскольку они являются шефами уже этого корабля. Ну и то, что построен впервые такой крейсер, который назван в честь города Корабелов, очень будет здорово.